Другим темам. В нашей стране действовала так называемая функция доставки бесплатных лекарств для казахстанцев, проживающих за границей. Причем работала эта система легально через фонд социального медстрахования. То есть, живя и работая за рубежом, каждый желающий мог платить взносы ОСМС и получать гарантированные таблетки. Данное нарушение случайно обнаружили в ходе ГОС-аудита. Эта новость вызвала волну негодования среди казахстанцев, которые иногда месяцами не могут получить лекарства. Куркин Хусибалеева выслушала все стороны и расскажет подробнее. Медицинский скандал разразился сегодня в Казахстане. Граждане нашей страны, давно живущие за границей, получали лекарства по линии ОСМС. Каким именно образом чиновники додумались легализовать эту систему, остается загадкой. Но сами казахстанцы инициативой явно недовольны. Вместо того, чтобы снабжать таблетками эмигрантов, властям бы лучше систему здравоохранения дома наладить, считают люди. По их словам, они либо вовсе не могут дождаться бесплатных гарантированных лекарств, либо им выдают ненужные. Я против этого. Они должны здесь остаться и здесь лечиться туда. А там за границей они живут и получают наши таблетки. Мне это странно слышать вообще. Кто-то же должен контролировать эти вещи вообще. Кто куда и расходует какие лекарственные средства. Как давно выехавшим на ПМЖ казахстанцам приписывали лекарства по ОСМС, точно неизвестно. Известно лишь, что ущерб государству оценивается в 3 миллиона тенге. Нарушения были зафиксированы в Алматы, Астане, Турчестанской и Восточно-Казахстанской областях. Допустившие такой беспредел 11 должностных лиц привлечены к ответственности. Доработана информационная система регистра прикрепленного населения в части получения данных от государственной базы данных физических лиц Министерства юстиции. То есть получается напрямую информацию получают от этой базы. То есть исключается факт выдачи лекарств, выехавшим за границу гражданам на постоянном месте жительства. Скандальный инцидент прокомментировали и в Министерстве здравоохранения. Отрицать проблему представители ведомства не стали, а вот отвечать на вопрос, куда пропали приписанные лекарства специалисты не стали. Согласно анализу, проведенному высшей аудиторской палатой, были выявлены приписки этих медицинских услуг в медицинских организациях. В связи с этим, для того, чтобы в будущем таких вопросов не было, не было таких приписок, Министерство провело соответствующие технические работы в своих системах. По рекомендациям госаудиторов, Минздрав решил поголовно прекратить выдачу лекарств уезжающим за границу. Но некоторые эксперты считают, в этом вопросе нужно как бы избирательнее подходить. Если человек не меняет гражданство и делает взносы, то почему бы ему и не претендовать на бесплатные лекарства? Он, допустим, поменял место жительства, в другой стране пребывает, но, видимо, платит в систему ОСМС все эти очистения взносы, которые полагаются. Поэтому он же может претендовать, и мы не можем его ограничивать. Это же не правовое государство будет, а тоталитарное. Отметим, что система ОСМС не первый раз оказывается в центре скандала. К примеру, только в Шенкенте недавно прокуроры выявили почти 4000 пациентов, которые не получили свои гарантированные бесплатные лекарства. Они дошли до пациентов только после вмешательств прокуроров. К ответственности привлекли 12 главных врачей. За нарушение правил фармацевтической деятельности их оштрафовали на 2 миллиона тенге. Еще 108 медработников привлекли к дисциплинарной ответственности. Местные власти уверяют, что они ежегодно улучшают систему. Но сами казахстанцы в это особо уже не верят.